То есть у нас актеров, к сожалению, было ограниченное количество, потому что продюсеры экономили деньги. Вообще ничего. А когда у битого актера нужно было много денег. Про декорации хотели спросить. Скажите, пожалуйста, а декорации у этого корабля Астра, они каких размеров были примерно? А, значит, общая площадь павильона... Не-не-не, вот когда показывают уже вопрос, вот он летящий, вот тут сам корабль. Когда летит? Да, когда летит. А, это небольшой, то есть это же макета. Он где-то метр, наверное, диаметром был, да? Сейчас я соображу. Ну, да, где-то метр примерно. Метр диаметром, это, кстати, чуть-чуть побольше. Причем было бы исполнено, сколько, три, по-моему, три макета. Значит, один макет был большой, реально, он был размером четыре метра в двух с половиной, где-то. Тот, который пролетает на Дессе. А тот макет, который в космосе летит, он действительно не очень большой. Кто делал? Я не понял, Ань, Асминкин, по-моему, да? Там и Асминкин был, и Литиков был. И Литиков и Асминкин. А это сейчас не сохранилось, вот эти вот макеты? Нет, к сожалению. Последний звездолёт Заря исчез, по Астре вообще ничего не осталось. Но, кстати, если посмотреть восстановленную копию, ну, к сожалению, у нас технически нет возможности её показать. То есть мы бы с удовольствием даже здесь, в рамках фестиваля, её показали. Но у нас случились неожиданные проблемы с правами от Кудри Горького, которая сказала, что мы не хотим вообще, то есть это наши все права. Копия лежит, но посмотреть мы её не можем, потому что она в DCP, в очень хорошем качестве. Ну, просто так мы её не можем нигде показаться. Но там очень хорошо стали видны тросики, на которых летят. Они раньше были видны, между прочим. Они раньше были видны, но раньше они не очень хорошо видны. А сейчас они прямо хорошо видны. Они, понимаете, там вот, когда тросики летят и попадают, видимо, на луч солнца. И вот они чётко там в одно-вот раз. То есть мне, например, ребята, которые чистят плёнку, то есть мы же чистили в этот раз плёнку уже полностью. И они говорят, давай уберём тросики, и говорят, нет. Вот это вот мы оставим в зале. Там уже в зале, как история кино. И мы оставили, конечно. А в зале не как снимали кино? Вы знаете, есть драматическая история, которую сказал Александр Бриглев, Александр Георгиевич. В нём была фотография, реальная съёмка этого макета. Но к нему пришёл в гости один КГБшник, который, соответственно, долго его расспрашивал, как всё это снималось, может, нравилась картина. А когда он ушёл, фотография исчезла. И всё. С тобой давно. Да, такая вот история. Вот, но я думаю, что, то есть у нас дома, например, есть фотографии, когда Астра просто, ну, как бы, находится в стоящем положении, то есть непосредственно со всей машинерией, как бы со своим экраном, такой фотографии я не верю. Но это не так интересно, потому что, как в кино, она всё равно висит. Поля, расскажи про этот дом, декорацию, который летний, его сразу разобрали, что и где он был? Она очень долго стояла. Дом Лебедевых стоял некоторое время потом, просто как бескозное строение. То есть реально, действительно, этот дом был потрясающе сделан, то есть там ребята постарались. И в принципе, да так как я бьял в тепло, ну, можно было действительно реально жить. Но он, во-первых, был сделан без фундамента, так как это была декорация. А во-вторых, у него была временная крыша. Люди, которые, ну, то есть это вот реальная история о том, что моряк хотел его купить. Ему, естественно, студия не разрешила его купить, потому что это как бы государственная собственность. Но он был готов как бы покрыть, всё там сделать даже на сваях. Он уже всё придумал, сказал, ребята, всё будет тип-топ, нормально совершенно, я пригоню там на пароходе какие-то лучшие технологии. Но это был Советский Союз, поэтому вот эти вот то, что Юрий Михайлович рассказывал, что все эти вот наряды, разноядки, все дела, то есть официально продать ему было невозможно. Поэтому его пока он забрал. Можно было просто оставить, и он бы сам сгнил, что, собственно, и произошло. Ну, собственно, так и получилось, да. То есть он сначала начал клуб, который он просто заставил. То есть от него ничего не осталось уже, да? Нет, ничего вообще. А вот скажите, от лаборатории ГЛАНа вот это вот само здание, вот где вот биомасса, это где, это в Крыму снималось всё? Нет. А, нет, стоп, лаборатория внутри, там, где вот это вот... Нет, нет, это снаружи, снаружи, как раз, да. Ну, где какие-то крупные улицы такие. Когда в финале она вырывается наружу, это в Союзах Таджикистане. Да, Таджикистане. Да, то есть это построили декорацию там. Значит, весь подземный город снимали тоже в Таджикистане. Ну, половину на половину, половину в Таджикистане, половину здесь на Соляно. То есть, ну, вот еще в советской времени в Союзах Парула были. открыто это где выстрелы были да вот когда за то есть там нет где выстрелы это значит было в таджикистане значит незадолго до наших съемок там случилось достаточно серьезно землетрясение и была электростанция которая не атомная которая разрушилась она прекратила существует там остался такой огромный ангар с водой и соответственно вокруг него была еще некоторая постройка и там собственно сделали достроили немножко и сделали как будто это подземное пространство на самом деле все в натуре где где паровоз вот это вот состоялась паровоз снимали вообще не там ты урок помоле день кривой рог кривом боги да то есть это реальный завод на реальном заводе реально настоящий паровоз который дает пар для технологических скажи пожалуйста вот пленку обязательно нужно было вот таким то образом заказывать а что светофильтрами нельзя было обойтись делали эксперименты разные и светофильтры не давали такого эффекта потому что во-первых светофильтр он очень сильно сажает диафрагу и так в принципе пленка была очень мало чувствительная то есть там вы можете представить что нормальная чувствительность цветовой пленки было 41 лет то есть у нас сегодня даже в современных фотофартах даже такого значения и поэтому естественно если каждый фильтр он еще таким образом если делать бы это было и еще можно можно я добавлю про пленку дело все в том что это александр антипенко который придумал это он один из в общем на мой взгляд уникальных операторов потому что он очень вообще любит эксперименты с пленками ну тогда любил и вся его любовь к этому варианту работы с поливами началась черно-белого варианта с картины мольба если кто-то знаком с истории нашего советского кино а собственно продолжилась на фильме маленький цветочек и через тернии к звездам где он собственно маленький цветочек он целиком снимал в этом варианте для того чтобы вот и чувствительность и так далее но это самый простой вариант типа фильтры а вот именно химические варианты с поливами со световариантами они дают совсем другие глубину в том числе потому что фильтр например ставящийся он еще и глубину кадра снимает а здесь вы по сути пленку исключительно химическим вариантом дает она она дает вам возможности и объем это и прочее хорошо тогда вторичный вопрос какой смысл было тогда раскрашивать фильм и реставрировать его какой вот че тирнии вот теперь никто не раскрашивал нет он я так понимаю что он был отреставрировал даде отриста реставрировалась насколько качество реставрация это реставрация просто чтобы дать ему первозданный вид тот который в 90-х годах было сделано что вот рисует видео кассеты еще пока либо длинная история и бога реставрации что называется первая реставрация была сделана в 2000 году когда еще у нас к сожалению не было в руках тех возможностей технологии которые как бы сейчас у нас есть и тогда мы пытались просто почистить пленку и каюсь это моя большая вина я тогда пытался каким-то образом улучшить картину ну не знаю в общем короче говоря без походу что называется значит и соответственно тогда картина собственно получилось вот тогда такая она была тогда вычищены сделала только на пленке значит и существует пять копий этого того то я ставлю версии а то что сейчас я рассказываю последняя реставрация это действительно вот уже современная чистка полностью отреставрированной уже 10 пленки значит где мы нашли исходный реальный звук потому что в 2000-х годах нам сказали что звук ничтожен утрачен все-таки нашли наш при озвучании не потому что мы хотели быть такими крутыми то есть неожиданными ребятами а просто нам после мафоте сказали все звук утраченного нет и спустя вот почти 20 лет неожиданно совершенно когда я попытался заново начинать восстанавливать пленку я чуть хотим там по коридорам еще чтобы такое фантастики истории когда мне бабушка какая-то очередной комнате сказала а ты это самое что ты здесь ходишь тут смотри вот вот это твоя пленка нет вот здесь вот у меня валяется я захожу и я смотрю что фонограмма блин шестиканальный спутник те которые переозвучивают и тут и таким образом мне дали что-то на тот момент был по сути опять-таки единственное место которое делалось в советском союзе и в принципе одна из первых картин их было что-то на тот момент по моему 1 или 2 которые делались по принципу 51 просто чем собственно честь это называется русский долгий что называется да то есть шестиканальный звук то есть ну как бы 5-1 ну там не важно 5 канал в принципе было просто 6 каналов да значит специально отдельный звуковой аудиодорожка потому что я смотрел фильм он был сделан из двух серий 1 серий был из-за что-то варианта экшена какого-то но этого то есть новая версия это вот моя вина я сказал причем там был сделан кадр прямо на аэропорту шереметьев стоит вот этот астрон нарисовали когда ну да это мы пытались это плохого ничего нет с этим самым то есть не астры дорисованная на компьютерной графикой компьютерщиками там в девяносто девятом году ребятами которые просто потрясены тем что есть возможность нарисовать настоящих такой же фантастического фильма потом и это был кадр четыре секунды я почаствуя которых стоило пол бюджета вообще извините а почему заменили музыку почему вместе вместе где значит идут как раз тыковка сам начале идет музыка гениальная музыка рыбникова но там собственно такая же музыка рыбникова победимая а ты митин митин значит проблем абсолютно экономически